МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. 12 июня вся страна отметила День России. Это главный государственный праздник. Ровно 25 лет назад приняли декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Праздник отмечает вся страна. Новочебоксарцы с самого утра начали собираться перед Дворцом культуры «Химик». Самые активные приняли участие в зарядке со звездой. В этом году разминку провел двукратный чемпион Европы по спортивной аэробике Алексей Германов. День России – праздник относительно молодой, но очень значимый и популярный. Согласно статистическим данным, больше половины соотечественников знают о 12 июня и отмечают годовщину принятия декларации о суверенитете. Сегодня День России. Мы патриоты своей родины, поэтому мы не могли остаться дома в этот день. Пришли, чтобы выразить солидарность, что мы вместе, что мы любим Россию, что мы в этой стране живем. Мы гордимся своей страной. Это и есть большой праздник для нас, для всех. А что значит для вас этот праздник? Ну, это единство, мужество, защита, наша Родина, это же Россия наша. Без России мы и жить не сможем. Наша страна большая, я люблю Россию. Я люблю Россию, я в ней живу. Этот праздник, считает Михаил Игнатьев, олицетворяет мощь и величие нашего многонационального государства. Единство народов, населяющих нашу необъятную страну, верность историческим традициям, принципам духовности, нравственности и патриотизма. Россия – уникальная страна. Наша страна всегда отстаивала свой суверенитет, свое право на независимую и самостоятельную политику. Это право жить по закону и по совести. Мы твердо отстаиваем и сегодня. Поэтому День России – это праздник свободы, закона и справедливости. В честь праздника Михаил Игнатьев вручил новочебоксарцам государственные награды, благодарности и именные часы. Молодые новочебоксарцы в этот день получили и паспорта. А все, кто пришел в этот день на Красную площадь Чебоксар, поддержали всероссийскую акцию и хором исполнили гимн Российской Федерации. Среди собравшихся оказались не только жители нашей республики. Вместе со всеми этот праздник отметили те, кто перебрался сюда в прошлом году из Донецкой области. Мы первый раз находимся на таком празднике. Для нас это море ощущений, море эмоций, счастья, радости. Мы искренне рады за всю Россию. Мы надеемся, что мы будем тоже частью России, частью Шуаши. Мы желаем всем горожанам, всем россиянам счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. С Россией! С Днем России! Евгения Егорова, Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. День России отметили и в Балтийске, где прошла торжественная церемония присвоения имени Чувашия ракетному катеру. По поручению временно исполняющего обязанности главы республики Михаила Игнатьева, в Балтийск отправилась большая делегация, в составе которой были и кадеты, и их наставники, и военные, и представители органов власти. Как это было в репортаже нашей съемочной группы, которая недавно вернулась из Калининградской области. Во время Великой Отечественной войны за Пилау шли ожесточенные бои, завершившиеся лишь к концу апреля 1945 года, победой советских войск. В результате наша страна получила прямой выход к Балтийскому морю, где впоследствии была создана крупнейшая база военно-морского флота. Сегодня бывший Пилау, а ныне Балтийск – самый западный город России, с крупным морским портом, паромным терминалом, железнодорожным вокзалом. А еще один из символов патриотизма и служения Отечеству. В День России один из ракетных катеров Балтийской флотилии по указу Верховного главнокомандующего России Владимира Путина получил имя Чувашия. В составе гвардейского дивизиона ракетных катеров уже несут службу корабли с именами «Заречный» и «Кузнецкий», Бензинской области, Маршанск-Тамбовской области и Димитровград-Ульяновской области, над которыми шерствуют одноименные города нашей Родины. Сегодня в эту дружную семью вливается корабль с гордым именем Чувашия. Эта традиция помогает крепить связи армии и флота с регионами России. Сегодня на ракетном катере несут службу 8 уроженцев Чувашии. По словам командования, все – отличные ребята, дисциплинированные, крепкие и по-балтийски сдержанные. Но в такой день эмоции скрывать незачем. Когда я сюда пришел, был корабль, как корабль. Сейчас Чувашия, как будто на своей Родине. Вот теперь есть такая гордость, что у нашей республики есть свой корабль. В составе Балтийского флота завершает службу другой корабль – Чебоксары. Совсем скоро он встанет на прикол в столице нашей республики. А пока на нем отправились трехдневные плавники кадеты из Чувашии. Вчера в Калининград музей Мирового океана кадеты ездили. Мы тоже были там. Ну и здесь несколько дней размещения на корабле. Дети не только наблюдают, но еще и учатся. Они будут поступать, вероятнее всего, в военные училища, в том числе, может быть, и в Калининградское. Вполне вероятно, что кто-то из нынешних кадетов придет служить на ракетный катер Чувашия. Но это будет через несколько лет. А пока тем, кто уже не только проявил себя, но и поработал на авторитет республики, от имени Михаила Игнатьева вручили часы с символикой Чуваши. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Балтийск. Акатой – один из самых важных чувашских обрядовых праздников. Он хранит древние традиции нашего народа. Объединяет людей всех возрастов и профессий, приобщая их к труду, искусству и спорту. Праздник Сахии и Плуга Чебоксарского района на этот раз расположился на поляне возле деревни Малый Сундырь. Специально к Акатую в поле был построен небольшой деревянный городок. Жители и гости района соревновались в различных видах спорта, танцевали, демонстрировали свои успехи в народных промыслах и национальной кулинарии. Но самое главное – обсуждали окончание весеннеполевых работ, ведь именно им посвящен этот праздник. Район идет стабильно, курсом повышения своих экономических показателей. Весеннепосевные работы завершили успешно. К уровню прошлого года в районе посеяно на более чем 1700 гектаров зерновых больше. В целом за последние три года производство зерна в Чебоксарском районе увеличилось в два раза. В этом году ставим себе задачу произвести зерна 35 тысяч тонн к уровню 30 тысяч тонн прошлого года. Праздник Акатую посвящен всем, кто живет и работает на благо общества. Лучшим дружникам района вручили государственные награды. За большой личный вклад в развитие муниципалитета звание почетного гражданина присвоили уроженцу Чебоксарского района Михаилу Игнатьеву, который в свою очередь поблагодарил своих учителей. На сегодняшний день, оценивая комплексно результаты вашего труда, результаты работы 2014 года, могу отметить и подчеркнуть, что вы справляетесь со своими обязанностями. Ибо наши дорогие ветераны правильно воспитывают молодое поколение, воспитывают духи любви к родной земле, любви к родителям, к уважительному отношению старшему поколению. Программа праздника была настолько насыщена и разнообразна, что абсолютно каждый мог найти себе занятие по душе. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Прошла очередная сессия Государственного Совета. В повестке дня заявлено почти три десятка вопросов. Кроме исполнения бюджета за 2014 год и внесения изменений в республиканский бюджет на 2015 и последующие 2016 и 2017 годы, депутаты избрали вице-спикера и определили дату выборов главы Чувашской республики. Уже несколько месяцев парламент работает без заместителя председателя госсовета. По регламенту этот вопрос вносит сам спикер. Юрий Попов предложил на эту должность Николая Малова. Депутаты практически единогласно утвердили кандидатуру. Для меня это большая ответственность. И я сделаю все, чтобы оправдать это доверие. Спасибо. Исполнение бюджета Чувашской республики уже обсуждалось многократно на заседании парламентских комитетов. Месяц назад прошли публичные слушания. Сегодня на сессии депутаты обсудили проект закона об исполнении бюджета 2014 года сразу в первом и во втором чтении. Мы обсуждаем в этом случае то, как он исполнялся, насколько он исполнен, сбылись ли наши ожидания, сбылись ли наши доходы и по карману ли были нам наши расходы. На сегодня, исходя из того решения, которое есть у комитета, мы можем с уверенностью сказать, что комитетам этот бюджет предлагается к утверждению на сессии. Значит, бюджет был исполнен, он был рабочий, он был таким же, каким мы его ожидали. По расходам консолидированный бюджет исполнен в сумме 47,7 миллиардов рублей, с ростом к уровню 2013 года на 7,4%, что выше средних показателей России и Приворского федерального округа. По России рост расходов составил 6,2%, по Приворскому федеральному округу 5,6%. По темпу роста расходов в 2014 году республика на четвертом месте среди субъектов Приворского федерального округа. Депутаты также рассмотрели законопроект об исполнении бюджета 2015 года за первые пять месяцев. Расходы республиканской казны в текущем году увеличиваются на 4 миллиарда рублей. С учетом изменений параметры бюджета составят почти 37 миллиардов. Контрольно-счетная палата уже провела экспертизу бюджета и направила экспертизу в Госсовет Чувашской Республики. Основные показатели бюджета по результатам проверки контрольно-счетной палаты соответствуют показателям представленного отчета. Также депутаты рассмотрели вопрос о назначении выборов главы Чувашской Республики. Они состоятся 13 сентября 2015 года. Законом предусмотрена вся эта процедура. Выборы на должность высшее должностное лицо субъекта назначаются ЗАГС-собранием, в данном случае Государственным Советом Чувашской Республики, не ранее 100 дней, не позднее 90. И еще один серьезный вопрос решили парламентарии. Назвали фамилии кандидатов в сенаторы от Государственного Совета Чуваши. После детального обсуждения кандидатур депутаты предложили наделить полномочиями члена Совета Федерации представителям от Государственного Совета Вадима Николаева. Татьяна Молокова, Андрей Спирдонов, Республика. Блюда национальной кухни – изысканные шедевры кулинарного искусства. Все это можно увидеть на фестивале национальной кухни, который проходит в эти дни в столице Чуваши. С 4 по 20 июня в Чебоксарах во второй раз проводится городской фестиваль национальной кухни «Чебоксары – гостеприимная столица Чуваши». В этом году в конкурсе представлены 14 предприятий общественного питания. Все конкурсанты будут оценены по 7 основным номинациям. За лучшее первое, мясное и рыбное национальное блюдо, лучший национальный пирог и десерт. Особое внимание уделят кулинарным инновациям и ноу-хау. «Задачу по развитию национальной кухни нам ставит глава республики. Соответственно, благодаря таким фестивалям все больше и больше заведений нашего города, общественного питания, уже задумываются о том, что надо и горожанам, и гостям столицы предоставлять возможность попробовать именно национальные блюда. По итогам первого фестиваля мы разработали стандартное меню, которое довели до всех заведений нашего города. И уже в некоторых из них появились даже отдельные странички в меню именно чувашские национальные блюда». Губкомбинат питания в этом году представил на суд комиссии фестиваля 28 блюд. От супов, мясных ассортий и вареников до десертов, приготовленных из продуктов, произведенных в Чувашии. «Преимущество, конечно, чистый экологический продукт. То, что сегодня растет в наших чувашских лесах. Это вот папоротники, конечно же, рыбы. У нас 53 вида рыбы в наших чувашских водоемах. Это судак, стерлядь». «Не только вкусовые качества и разнообразие блюд, но и их подача впечатлили конкурсную комиссию». «Вы сами видели и качество приготовления, и уровень вот этих блюд, которые были и видели мы сегодня. Они очень на высоком уровне. И данное предприятие у нас отобрано в качестве обслуживания вип-гостей чемпионата Европы. Мы сможем на хорошем уровне показать колорит своей республики». Организаторы фестиваля уверены, что он способствует не только повышению качества обслуживания, но и популяризации чувашской кухни среди населения. Победители городского фестиваля национальной кухни определят к 20 июня. А в день республики 24 июня состоится торжественное награждение. Оксана Очкасова, Андрей Спиридонов, Республика. Студент Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции будет представлять Россию на престижном мировом чемпионате WorldSkills International 2015, который пройдет в Бразилии. Чем же покорил строгое отборочное жюри Александр Ганяшвили, узнаем в следующем сюжете. Блюда из мяса и рыбы, различные супы и воздушные десерты. Для Александра Ганяшвили нет ничего невозможного. Благодаря неустанному желанию совершенствовать свое мастерство, в свои почти 22 года Саша добился многого. За его плечами призовые места и победа в многочисленных профильных конкурсах, как республиканского, так и всероссийского масштаба. Теперь премьера на мировом чемпионате рабочих профессий. Мы, конечно, очень сильно обрадовались. Как радуются родители успехам своих детей, так и мы были. Весь педагогический состав был счастлив. Воля к победе, наверное, у него было с рождения. Характер у него, конечно, был не очень простой. Достаточно упрям у нас Саша. Но, возможно, эта черта характера его и подтолкнула к победе. Любовь к поварскому делу у Саши в крови. Кулинарных мастеров в его семье немало. Как признается будущий мастер, он ищет вдохновение в просмотре различных кулинарных программ, чтении книг и, конечно же, в общении со специалистами своего дела. Именно они дают бесценные советы и делятся секретами мастерства. В техникуме выпускник – предмет для подражания и кладезь новых знаний. Какие гарниры больше подходят к мясу? Чаще всего используют гарниры к мясу. Это овощи. И сейчас есть новые крупы, которые чаще всего тоже используют и любят люди. Это булдур, киноа, кускус. Поддерживать молодого повара готовятся не только близкие и родственники, но и весь техникум. На чемпионате, который пройдет в августе в бразильском Сан-Паулу, будет серьезная конкуренция. Но Александр настроен решительно. Будет сложно, но я буду добиваться цели и буду показывать себя с хорошей стороны. Всегда я стремился быть первым и старался, и готовился к этому. У меня была практика тоже хорошая, и все меня помогали, и учителя. И у нас очень хорошая лаборатория, что мне помогала в этом. Популяризация рабочих профессий – основная идея проведения этого чемпионата. И факт участия в мировом первенстве студента из Чувашии говорит о том, что в нашей республике большое внимание уделяется подготовке будущих специалистов среднего профессионального образования. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Парецком районе прошла республиканская спартакиада ветеранов-инвалидов боевых действий и членов их семей. Воин спорт 2015 посвящен 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В различных видах спорта приехали посоревноваться 12 команд. Большинство участников давно знакомы друг с другом. Многих связывают боевое братство, поэтому спартакиада – еще и возможность увидеться, пообщаться и в очередной раз доказать, что возможности человеческого организма безграничны. В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников, глава администрации Парецкого района Евгений Лебедев, а также председатель правления Чувашской республиканской общественной организации инвалиды войны в Афганистане Геннадий Матвеев. Прежде всего я хотел бы передать вам слова приветствия и благодарности от главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Он просил вас прежде всего поблагодарить за то, что вы ведете активный образ жизни, активный не только физически, но и активную общественную деятельность. То, что вы остаетесь всегда на передовой в жизни республики. И, конечно, он особенно хотел пожелать вам здоровья, и чтобы дух победителя, который каждому из вас присущ, вы передавали молодому поколению. Соревнования развернулись на стадионе Паречи, в спортзале Парецкой средней школы, в физкультурно-спортивном комплексе «Дельфин». Команды состязались в мини-футболе, беге на 400 метров, прыжках в длину, перетягивании каната, плавании, шашках и других видах спорта. Отдельным пунктом стояла разборка-сборка автомата Калашникова. Инвалиды-колясочники проверили силы в беге на колясках. Как говорят организаторы, с каждым годом в «Спартакиаде» участвует все больше людей. С каждым годом оно привлекательнее становится. Время диктует то, что мы должны не сами работать, а вместе. Вместе можно быть по-всякому, где-то какие-то сборища. А эти спортивные состязания, они объединяют нас. Да, пусть на фоне спорта соревнулись. Это реальное соревнование, затягивает, интересно. То есть нет здесь безучастных. Победители и призеры «Спартакиады» получили медали, дипломы Министерства физической культуры и спорта «Чуваши», ценные призы Чувашской республиканской общественной организации инвалиды войны в Афганистане. И все же главная победа одна на всех за преодоление. В очередной раз ветераны продемонстрировали силу духа. А общество – понимание того, что можно стереть границы для тех, кто потерял здоровье, защищая интересы нашей Родины. Что бы ты пожелал людям, которые, может быть, оказываются в таких уже трудных ситуациях, в какой, может быть, оказался ты? Что-то не огорчались, что ли? Не падали духом. Главным подарком всем участникам и гостям «Спартакиады» «Воинспорт-2015» стало выступление вокально-инструментального ансамбля «Служу Отечеству». Кроме спортсменов, командному чемпионату Европы готовятся и те, кто примет участие в церемонии открытия соревнований. Все от сценария до мельчайших подробностей продумано. Костюмы для девушек, которые будут представлять команды-участницы, выполнены в цветах логотипа командного чемпионата Европы. В Чебоксарах же изготавливаются флаги и баннеры спортивного форума. Работа идет полным ходом. Осталось очень мало времени. И, как говорят, идет за счет уже 3-2-1-0 пуск. Заканчиваются уже мелкие детали. Это пошив платьев для девушек-стран-участниц, которые будут представлять кокошников, штандартов. Есть некоторые детали, которые мы пока не раскрываем. Они будут раскрыты в момент церемонии открытия. Есть такие какие-то штучки, которые мы изготавливаем, но вам их сейчас не покажем, чтобы не раскрывать всю тайну. А так мы все это дело продолжаем. Продолжаем уже достаточно в ускоренном темпе, потому что времени действительно осталось мало. Уже на выходе и сувенирная продукция. Ее уже можно приобрести в торговых палатках, расположенных на центральных улицах города. Пока это все. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин